здравствуйте друзья у нас эта неделя выдалась урожайной по части встреч с разными людьми интервью онлайн и в скайпе живьем и вчера вот я только разговаривал с оксаной красулей получилось 5 сюжетов вот в этой нарезке я их старался тематически немножко разделить чтобы не получился один такой очень громадный файл очень большое видео и сегодня я вот еду на работу у меня с утра урок в принципе он с 10 утра до 3 но в два часа я попрошу жанну меня там подменить на последний час и будет съемка значит придет договорились во всяком случае что придет светлана каф иммиграционный адвокат и я думаю что мы с ней интересную тему затронем так что вам я надеюсь что понравится снимем сюжетик может быть несколько посмотрим я еще не знаю вы знаете я с листа пишу и не знаю что будет через минуту там или через десять вот как кривая разговор выведет значит так и будет что еще сказать я хочу напомнить тем кто я не знаю то ли забыл то ли никогда не знал там разного бывает но я хочу напомнить что у нас некоторые правила есть на канале которых мы придерживаемся это значит что я слежу чтоб не нарушали это значит что если нарушают то мне придется какие-то меры принимать но правила такие что люди которые у нас на канале появляются приглашенные их нельзя обижать потому что как бы моя способность приглашать людей определяется в частности тем что как бы их не обижают потому что если обижать и гадости говорить там и так далее не все люди к этому к этому равнодушны поэтому значит смотришь там не обязательно там лайк ставить не обязательно ли там восторге выражать не обязательно но воздерживаться от каких-то оскорбительных высказок высказывания обязательно иначе кто-то должен за вас потом эту грязь чистить и никому не хочется этого читать тоже вот поэтому не обязательно люди которые у нас появляются какие-то идеальные или нравится сразу всем или там я не знаю вот кому-то не нравится тематика но в конце концов ну ты же видишь тематику подожди другого видео где будет интересующийся тебя тематика вот на самом деле мы с оксана из красу ли мы там вроде от артах поговорили и о книжке и и поговорили о том значит как безопасно знакомиться там в интернете и так далее но есть колоссальный пласт колоссальный пласт это женщины которые интересуются знакомством и мужчины тоже как бы не не то чтобы уж так совсем им не интересно тоже тоже есть и это не касается исключительно иммиграционного такого знакомства там когда люди из разных стран с намерением там поменять страну это бывает просто люди интересуются и если люди которые пишут книжки есть люди которые их читают если которые не читают а если люди которые не читают и пишут там гадкие комментарии совершенно другая категория людей а ты напиши книжку напиши и сдай вот и чтоб потом тебе писали там письма благодарствия на свадьбу приглашали сделай один раз делай совершенно по-другому будешь комментарии писать поэтому абсолютно ничего не нужно в жизни чтобы гадость написать ни ума не не чести не совести ничего не нужно для этого поэтому значит не там один не интересная тематика милый ну тебе не интересно а я почти каждый день там но не каждый но ну часто очень часто получаю вот вопросы нельзя ли вот там кого-то позвать чтобы поговорить на тема там замужества знакомства буквально за день до того как оксана у нас возникла сейчас вот да я получил там email мне женщина пишет что вот вы как-то упомянули что есть там женщина которая этим занимается вот когда же вы ее покажете это это большая тема и не всякая большая тема обязательно трогает там сердца всех подряд так что я я когда читаю вот это все я думаю боже что 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 то так что такого случилось то что обострение какое-то может луна там не в той фазе не знаю торт тирамису который был показан с красной ленточкой был исключительно хорош мы когда видео сняли пошли сели на кухне и вот чаек жасминовый исключительно хорошо употребили хотя на самом деле единственным кто употреблял был я потому что не светлана не сама оксана что-то вдруг они не стали ну правда поздно было и как-то они вот так воздержались ну что еще я стараюсь вас так как бы развлекать визуально да вот этого не может быть вы заметили как ты измени изменился антураж там наших видео мы растем технически поэтому стараемся вот и я надеюсь что то что мы сегодня снимем с со светланой с иммиграционным адвокатом вам тоже понравится хотя опять же не всех интересует тема иммиграции правда но это не низ не повод чтобы не там не снимать на темы иммиграции и не всех интересует там птички чайки красоты всякие хотя масса народу с удовольствием смотрит про про птичек и про красоты так что мы в общем такие как сказать благопрофильные можно так сказать не хотелось быть всеядные это не так но многопрофильные чего интересно то и снимаем кому интересно да ну ну мне конечно вот если мне что-то неинтересно я не буду снимать я я не смогу просто но дальше есть темы которые идут от зрителей и соответственно я очень очень чутко реагирую если я не реагирую мгновенно это просто значит что либо ну как-то недостаточно народу интересовалась так как бы открыто да там либо сложно кого-то пригласить либо невозможно снять такого интересного чего-то потому что например мне все бегать сходите на завод тесла снимите там но там есть даже экскурсия такая знать можно туда пойти там есть какой-то тур но но он такой как бы поверхностный и там я с ребятами разговаривал которые ходили на этот тур и получается что там вот только по офисным там делам в цеха не пускают и в общем нельзя снять того чего хотелось бы мне лично хотелось бы снять и показать вот а так там по музеям конечно или там в шоу-рум там не показывают машину я пару раз снимал собственно это можно на интернете посмотреть там и картинки и видео все что угодно из шоу-рум ну что это покажу расскажу а мне еще рассказать это особо ничего я небольшой автомобилист точнее не знаток автомобиль этим бывает что уже независимо от того какой там видеоряд но разговор интересный но откуда у меня интересный разговор там про теслу ну разве что-нибудь прочитать и пересказать ну понимаете это как-то мне скучновато такая вот история так что я призываю нашу аудиторию как бы к пониманию ситуации любит как вы могли вот с этим рядом значит там на нашем канале и я вам больше скажу не было случая чтобы кого-то показать и чтобы никто не выставился негативно вплоть до людей таких достаточно известных и раскрученных там вот блогеров например да уж и сколько там дряни всякой там и про хвостовича мне и про мам сын и что там и наташу квик значит ну наверное еще были я просто так на ходу и вот сейчас собирается там людмила флорида ялта заехать и я думаю боже сейчас опять на на там какие-нибудь придут люди будут там разоблачать а юру мельникова да вот тоже всем разоблачали там чуть-чуть народ так вы видите беспокойный значит но посмотрел на человека там не хочешь не смотри это же нет не то что я там допустим открою что-то там о людмиле или там я не знаю а хвостовича что никто не знает хотя я пытаюсь конечно я какие-то вопросы задаю то есть вы видите человеку человека через как бы призму может быть такой моего восприятия так что я вопросы задаю у меня какой-то интерес там и так далее то есть конечно блогер который попал вот на такое собеседование он уже отвечает на вопросы которые ему извне задают не не то что он сам хотел что-то рассказать там ну поэтому конечно какой-то такой угол обзора там меняется но но не хочешь не смотреть и даже это же произвольно и такое действие то есть некоторые возмущаются и говорит а как это не хочешь не смотря я вот не могу не смотреть я вот там мне неприятно смотреть буду вот я буду тогда это твой выбор да тогда не жалуйся тогда не жалуйся я вообще очень трогательно отношусь когда человек это я не могу не смотреть я все равно смотрю я я очень ценю такую приверженность как бы там зрители и все такое но ребята еще раз мы много профильные мы разные жизнь разные люди разные я вот на днях да с блогером из москвы там мы беседовали и он как бы а я это откуда знаю вот какая страна ему нравится какая не нравится я понятия не имел что мы вот там это вдруг какую-то политическую там сторону пойдем но дальше получается что мы ну относительно близки по возрасту мы примерно из одного места из одного города у нас масса там общих воспоминаний там и так далее и вот начинается в эту сторону и там начинает возмущаться год вот они уже там уехали там черти когда и все все им понимаешь помнят они все у них обиды какие-то какие нафиг обиды чем мы там помним но разговор возник и возник мы же не то что вы специально собрались и говорим давай вот часто соберем так кастрюлю там с яйцами тухлыми и будем бросаться вот там в том направлении нет сели поговорили там это же такой живой диалог еще раз мы мы не планируем ничего мы сели поговорить и так дальше пошло но может быть общая какая-то идея а когда я человек вообще первый раз вижу и там я могу глянуть на канал на его там пять минут но 25 минут у меня уже нету ну ну пять ну десять и так общая идея есть пошли пошли разговаривать это можно сказать жанр такой как бы знакомство да фактически мы знакомимся мы в этом разговоре знакомимся и вы присутствуете при таком знакомстве ну еще раз едем мы так делаем это потом ну потому что так делаем потому что от ограничения временные потому что вот жизнь такая и и опять это уже можно смотреть и можно не смотреть и там я не знаю у меня каждый месяц отписывается там но сейчас еще такая подписка более вялая поэтому и отписывается меньше подписывается меньше подписывается meeting но даже сейчас когда отписывается меньше там тысячу человек месяц от писать но чё так и больше того то есть может быть 1200 я не знаю а в какие-то времена более активные то может быть не знаю там ее две тысячи-едве с половиной в месяц но я даже не знаю что тут сказать я не то что кого не нравится отписывать этот я так не говорю Но я хочу сказать, что люди разные У них разные интересы Разные приоритеты И они в динамике В такой находятся Вот сегодня ему это интересно Завтра он от этого устал Ему этого слишком много Ну хорошо Я вообще телевизор не смотрю Я не могу, пожалуйста, что какой-то канал плохой А если смотрю там что-нибудь Вот там Bloomberg TV Там маленькие сюжетики По несколько минуточек Вот хорошо для занятого человека Тут посмотрел, там посмотрел Нефть туда, золото сюда Сегодня акции вниз пошли На американском рынке Там еще что-то Вот так на ходу был, побежал Поэтому И жаловаться не на что Счастливо Идем на урок